Ты там, я здесь, давай общаться просто как отец и сын. Тебе какая разница вообще, что я там думаю? Серп и молот забитые в башку. Как можно доверять правительству этой страны? Если они на каждом шагу врут, вот как только есть возможность. Есть русские люди, не такие, как принято их считать. Не все мы вот такие, у которых язык в задницу засунут. Расскажите о себе. Меня зовут Коля, мне 29 лет. Я с Санкт-Петербурга. Всю жизнь там работал тренером. Здесь, собственно, сейчас в Нью-Йорке я занимаюсь тем же самым. Музыкант вообще еще. То есть я и свой материал пишу. 12 лет играю на ударных. Ну, бывали перерывы, но в целом играю. И сейчас еще на электрогитаре что-то пытаюсь писать, учиться и всякое такое. Какие у вас были политические взгляды до 24 февраля 22 года? Справедливости ради стоит сказать, что я, наверное, занимал такую же позицию, как многие, из разряда типа ниже травы, да, вот эта вся история, что моя хата с краю, короче. То есть я особо не интересовался. Я, конечно, смотрел там какие-то расследования Навального, следил там за ФБК, знал про отравление. Ну, вот эта вся история. То есть я наблюдал за этим всем, но тогда особо этим как-то не интересовался, потому что я чувствовал какой-то, как будто был негласный договор, что ли, если это можно так назвать, что если я туда не лезу, то и ко мне никто не лезет, так скажем. Но, конечно, я все это не поддерживал. У меня был такой всегда страх, скажем, нашей системы. Ну, он был по нескольким причинам. Во-первых, потому что я, когда сталкивался с этим, я просто видел, ну, допустим, был случай, меня остановили полицейские, это был 15-й год. Я вообще ничего не сделал, я был трезвый вообще, ну, то есть все окей. Это было ночью в 5 утра, это был недалеко от Комендантского проспекта в Питере. Права, покажи страховку, потом туда-сюда, потом выйди из машины началось. И закончилось тем, что, короче, я там провел 2 часа, он шмонал сначала меня, шмонал машину, моего пассажира обшмонал, хотя по закону, насколько я знаю, он не имел права это делать. Но они его обшмонали. Там было 3 полицейских, сначала один был, потом двое подошли, естественно, уже психологически вот это давление. Ну, 3 чучела в погонах, как бы, на тебя вот так вот начинает. Дошло до того, что начал проверять ВИН-номера, начал лазать, короче, у меня там под капотом, под сиденьями, под багажником, пытался заднее сиденье открыть. То есть, ну, там чисто разводилово началось. И потом он начал уже такой, ну, мы стоим, он такой, давай карманы выворачивай. Я карманы выворачиваю, а потом такой, а что это у тебя зрачки такие странные, расширенные? И я на этом моменте понял, что все, это уже полное разводилово. Я ему просто говорю, чувак, ну окей, давай тогда приглашай понятых. Ну, просто потому что уже, ну, это несерьезно было. И в итоге закончилось тем, что он реально позвал понятых. Он поручил двум чувакам, другим полицейским, меня отвезти на освидетельствование. И только после этого меня вернули к машине, это прошло, ну да, часа три, наверное. Мне надо было явиться в какое-то отделение до полиции, там же, в там же районе. Но я просто не пошел туда. Когда я отцу про эту тему рассказал, он мне, ну вот я ему так и рассказывал, что типа, что за беспредел, а батя-то у меня он бывший полицейский тоже, ну, милиционер, точнее, на тот момент, подполковник в отставке. И он мне, вот всю жизнь он загонял одну и ту же фишку, что вот если полицейские так себя ведут, значит, так надо. А я никогда этого не понимал, вот какого хрена это так надо, типа, почему это окей? Ну, то есть, разве это нормально, что он мне что-то пытается подкинуть, или там что-то вот какой-то гон начинается про мои зрачки? Знаете, это общая система. Из-за того, что у меня многие родственники так или иначе были всегда связаны, да, с органами, я, если честно, всегда чувствую, что у меня как будто на подкорке где-то понимание, как эта система работает, и если ему надо, просто за не то слово, он тебе какой-нибудь пакетик в машину подкинет. То есть, это, скажем так, система, которой стоит бояться, и если ты будешь пытаться что-то делать, то это может для тебя плохо закончиться, что мы видим, учитывая, что самых таких, скажем, отпетых просто убивают, да, там, Немцова, например, и других. Кого-то сажают, таких как Карамурза, как Яшин, да, кого-то, да, как Навального вот так вот вообще в тюрьме убивают. То есть, это мы только про верхушку говорим. А на мелком уровне я вообще молчу, скорее всего, просто многих сажают за те же донаты в ССУ, еще за что-то, и это демонстрация того, что смотрите, что будет со всеми предателями, так скажем. Ваш отец полицейский. Были ли у вас с ним политические расхождения? Мой отец, он же уже в отставке, хотя, как они там любят вот эти с совковой прошивкой люди, они любят говорить, что, типа, такого не бывает, ты на всю жизнь офицер. А он всю жизнь таким был, у него в этом плане голова, да, немножко, как я это вижу, проедена. То есть, он смотрит, вот, там туннельное зрение, что называется, он не видит ничего со сторон, никогда не был нигде, кроме России, поэтому в этом плане так достаточно узко мыслит. Независимо от наших отношений, я знал, что если я где-то что-то буду говорить, это может плохо сказаться на нем, он, потому что работает, ну, он преподаватель сейчас, и он преподает в нескольких государственных вузах, а государственный вуз, это значит, что его попереть оттуда могут, а ему, как бы, семью кормить, у него же там, как бы, сейчас и жена, и ребенок еще. Мои родители были в разводе, когда я, ну, рос, то есть, мне было два года, они развелись, но отец у меня всегда был, то есть, не было такого, что там папы нету. Чувствовалось от него всю жизнь, что он хотел, чтобы я по его стопам пошел, вот так я скажу. Сначала он мне загонял про армию, там что-то было про кадетский корпус еще, когда я рос, вот, когда школьные времена, и вот он меня прям, ну, чувствовалось это психологическое, вот, давление такое, но тут дело в том, что моя мама, она совершенно другой человек, она очень демократичный человек, и она мне всегда, как бы, давала выбор, вот, и она никогда про это не говорила, хотя ее родители, ну, они, да, были связаны с тоже, с госорганами, но только Советского Союза, там, КГБ и вот это все дело. Моя мама, она не пошла по этой теме, она доктор. 24 февраля 22 года. Каким был этот день для вас? Ну, для меня и для моих друзей это был... Нас выбило очень серьезно, так скажем. Помню эти очереди в банкоматы, которые доллары пытались там снимать, вот это безумие с продуктами началось там, с туалетной бумагой, еще что-то. Но я помню, что в день, когда вот 24 февраля мы... Я тогда сходил на работу, вернулся, и мы встретились с двумя моими друзьями, и вот у нас примерно одно состояние было, что мы даже не знали... Ну, там было такое состояние, что даже, вот если обычно вы собираетесь там поболтать, покурить, там, не знаю, кальян или типа того, там, пообщаться, то здесь, ну, типа, просто вот кальян как бы был, но как бы вообще все остальное в этом плане было очень, так скажем, плохо, ну, на нас на всех не было лиц. У меня нету в окружении в ближайшем людей, которые это как бы поддерживали бы как-либо. Для меня это конкретно был такой достаточно серьезный удар. Как вы выражали свое несогласие с войной? Мы это обсуждали между собой, но вот так, чтобы масштабно высказывать, нет, потому что, во-первых, ну, на какой-то митинг не сходишь, потому что уже понятно, что они там прикрывались же уже на тот момент ковидными ограничениями, и уже давно же эта тема как бы запрещена, и ФСОшники, и этот... И нацгвардии, они же стоят везде по городу. Я не знаю, как в Москве, но в Питере, вот, я уверен, что до сих пор. Потому что если это было еще, там, полтора года назад, ты на гостинке выходишь, и просто вот, ну, весь Невский стоят бобики, стоят полицейские в униформе. Только ты сделай одно движение, они сразу тебя втроем-четвером примут. То есть, поэтому как бы в этом плане я, ну, наверное, что... Да, в интернете, наверное, я что-то тогда говорил, но не так прям яро, так скажем. Не так, что я прям, вот, знаете, писал какие-то огромные посты, потому что, опять же, для меня, наверное, многое началось с того момента, так скажем. То есть, когда я понял, что вот жизнь, она разделилась на то и после, я очень хорошо тогда понял фразу, что если ты не занимаешься политикой, то политика рано или поздно займется тобой. Как восприняли войну ваши клиенты и коллеги по тренажерному залу? Есть одно наблюдение. Тренер-клиент, они сейчас между собой похожи, в том плане, что это психологическая подстройка друг под друга. Я давно не работаю с людьми, с которыми мне не о чем поговорить, не о чем, ну, не о чем и не интересно, да, ну, это целая большая тема. Поэтому конкретно за своих клиентов я скажу, что не было ни одного, кто это бы поддерживал. Но и также не было ни одного, чтобы я видел, что прям яро вот это выступал, кто-то из них против, там, был оппозиционером, потому что, опять же, я понимаю, у нас же как все это устроено? Ты начинаешь что-то говорить, может пострадать твой бизнес, да, а людям не хочется терять деньги и свой бизнес. Тем более зал, это общественное место, ты там разойдешься немножечко, а вдруг мимо тут чувак пришел, который занимается, а ты не скажешь же, что он коп или там еще кто-то, а он там невольно на соседней скамеечке и слушает, что ты говоришь. А потом, а это что нахуй за черт такой? Ну-ка посмотрим. Паранойя, вот это вот паранойя, и причем она не, ну, она обоснованная, на мой взгляд, вот эта паранойя, этот страх. Вот, по поводу моих коллег, большая часть типа ничего не происходит. Ну, опять же, из-за страха, я понимаю, что многие из них хорошие ребята, мы все тогда были в шоке, и, ну, до сих пор почти все из них, вот на данный момент уже сколько прошло, уже больше двух лет, два с половиной года, ну, типа, просто не говорят об этом. Я так не мог, в этом, наверное, разница, что начало войны, оно пробудило во мне вот это понимание, что не получится усидеть на двух стульях. Что подтолкнуло вас к отъезду из России? Первый вот этот камешек был заложен, когда война началась. Если честно, я вот тогда прям реально начал влезать, не просто в какие-то поверхностные истории, типа, посмотреть какое-то расследование, я начал вообще, мне стало интересно, так, а откуда вообще все это взялось-то, типа, большинство людей вообще об этом не разберется. Я начал изучать вообще предпосылки какие-то, что до этого было, вообще сравнивать с какими-то другими периодами в истории, не только Россия вообще в мире. и здесь начал больше скорее смотреть на факты, а не на теории. Ну, то есть по факту, допустим, что можно сказать? Вот такая хорошая фраза есть. Как понять, что Путин врет? Он открывает рот. Ну, например, мы говорим, что мобилизации не будет, а через два дня ее объявляем. Песков говорит, да какая мобилизация? Мы ничего не готовим. То есть какое может быть доверие к этим людям? Как можно доверять правительству этой страны? Каким образом? Если они на каждом шагу врут, вот как только есть возможность. Но я тогда боялся уехать, хотя я понимал, что это скорее всего придется сделать. То, что у меня, знаете, уже такая была налаженная жизнь, типа, что у меня своя квартира, своя машина, у меня работа. Все как бы вроде хорошо. Второй момент, важный период был, это когда мобилизация произошла. Я с Питера, это город, с которого тянули не так много людей, но у меня, у моих личных людей и знакомых, двое там сейчас находятся, со стороны России. Один за бабки, второй из-за псевдопатриотизма. Цитата такая, ну раз Родина призвала, значит надо. И я его когда спросил тогда, а ты что пошел вообще? Тогда же еще не было вот этого разгона с деньгами. Ему повестка пришла. И он мне так сказал, ну мол, повестка же пришла, они все равно еще придут. Я думаю, ты что, вообще дурак что ли? Ну, заняться нечем. У меня, скажем так, есть факты от людей, которые непосредственно с Украины, о том, как российская армия там себя ведет, а есть мнение, точнее, есть вот это официальное заявление Минобороды, о том, как они не бьют по мирным городам и так далее. То есть, типа, тебе нормально идти и стрелять в людей, видимо. Я не знаю, для меня это как бы просто, тут вопрос гуманности, гуманных взглядов просто. Я бы, я об этом думал много раз. Я бы просто не пошел, вообще, ну, то есть, никак, ни в каком бы виде, и сел бы просто. Я уехал в декабре 22-го, то есть, получается, через два месяца после мобилизации. Я никогда в армии не был. Я всячески, как бы, сопротивлялся этой истории. Ну, у меня была отсрочка по учебе. У меня нет военного билета, у меня приписное только. Я официально в Минкомате был раза три. Первый раз, это вот когда в 16 лет все приходят. И потом два раза я приходил за отсрочкой по учебе. Несмотря на это, в октябре мне и моему брату старшему пришли повестки в военкомат, ну, по мобилизации. Тяжело просто было оторвать вот это все, когда у тебя все налажено в жизни. И вот эта борьба внутренняя реально была, что либо я просто понимал, это к вопросу о честности с собой, что если я тут останусь, я буду себя обманывать, потому что я буду сидеть и молчать. А я не, ну, я не хочу так, потому что мне есть что сказать. И я хочу что-то сделать. А я не могу этого сделать, просто потому, что здесь меня за это посадят в тюрьму. Я сначала уехал во Вьетнам в декабре 22-го, но позже я все равно вернулся. В апреле я, в конце апреля вернулся, потому что мне нужно было вопрос с квартирой решить. И я прям чувствовал вот эту тучу над головой. Не пошел опять работать. Я сидел вот так вот несколько месяцев. В августе я уже уехал сюда, в США. Я, ну, уехал через Мексику. И, соответственно, я понял, что уже вот прям что-то начать делать как-то и финансово, и что-то говорить открыто, да, вот что я прям могу сказать. Я это почувствовал только уже будучи... Вот когда я в Мексике был. Потому что я знал, что вот отсюда меня точно уже... Уже здесь меня не достанут. Но это было до того, как я оказался в Штатах. Я не знал еще вообще, как будет. Но я понимал, что я для себя отрезал вообще возможность вернуться в Россию. В том плане, что это был вопрос морального выбора. Я знал, что я не поеду ни при каких обстоятельствах. Вот даже если со Штатами не получится, я ни в коем случае в Россию не поеду. То есть куда угодно, но только не туда. Какой была реакция окружающих на ваши антивоенные высказывания в соцсетях? Фантомное это ощущение, что рука где-то сейчас тебя зашкирять не схватит. Честно, вот у меня было. Я не знаю, как у других людей, честно скажу. У меня такой период был. И первое время я прям... Мне было интересно наблюдать, как люди будут реагировать, кто у меня в социальных сетях вообще есть. Многие начали меня удалять из друзей. Там кто-то мне писал что-то. В основном писали, естественно, всякие неприятные вещи про то, что я там, что, я захохлов? Ты что, типа, вот в таком духе? У людей две опции. Либо это поддерживать, либо отмалчиваться, сидеть и ничего не говорить. И вообще не вести эти разговоры. Большинство занимают, как я вижу, вторую позицию. Ну, из моих знакомых я имею в виду. Потому что я вижу, вот иногда с людьми из России созваниваюсь, говорим, все веселые такие, все хорошо. А как момент, что-то за политику, так сразу все серое лицо, сразу, ой, давай не будем об этом говорить. А почему? Почему вот вопрос? Невольно все равно разговор заходит за политику в каких-то моментах. Вот, я вижу, как люди в лице меняются, что, типа, не хотят они это обсуждать. Сейчас вы выходите на митинги российских эмигрантов. Какой в них смысл? Это помогает чувствовать свою принадлежность, так скажем, к тому, что есть люди, которые тоже, для которых это не пустой звук. То есть каждый раз, когда я хожу на эти митинги, я понимаю, что это своего рода объединение людей, у которых есть что-то общее. И вот это общее, ну, я это заметил первый раз, знаете, когда, я это заметил первый раз, когда, это не на первый раз, когда я пришел был, это было уже, наверное, раз на третий, а потом Навальный, вот, когда вот эта вся ситуация произошла, вот тогда я реально увидел, что люди по-настоящему очень сильно из-за этого переживают. То есть там такой вот был траур прям, я, ну, я в нем находился. Люди плачут, люди кричат, то есть это было достаточно сильное такое эмоциональное состояние. Да, возможно, эти сами все акции напрямую, естественно, ничего в России не изменят, мы это прекрасно понимаем, и российское посольство это понимает, ну, это все очевидно. Вот, но люди делают, так скажем, то, что они могут. Во-первых, мы не всегда видим до конца все смыслы, во-вторых, вот это может быть такого рода митинги, которые по всему миру происходят. Это, по крайней мере, показывает другим государствам, лидерам других государств, что есть русские люди, которые, как бы, на самом деле, не такие, как принято их считать. Что не все мы вот такие, у которых язык в задницу засунут. Что не все мы такие, кто поддерживает эту войну. Как отец отнесся к вашему переезду в США? Поначалу было нормально, сейчас плохо. Сейчас, по факту, просто моего нахождения здесь, и, ну, мой брат же тоже здесь младший. С нами, с обоими не хотят общаться. Причем это они с нами рушат контакты, а не мы с ними. Притом, я не то, что ему что-то говорю. Я вообще с ним, я говорю, зачем ты вообще со мной эти темы сам начинаешь? Типа, ты там, я здесь, давай общаться просто как отец и сын. Тебе какая разница вообще, что я там думаю? И потом я ему говорю, ты, если тебе интересно, ты меня прямо спроси вообще, что я думаю. А они так, что, ну, а он просто, он судит, потому что хочет. Он не задает вопросов. Это вот опять же вот это вот, серку молот, забитый в башку. Ну вот, поэтому он себе сам построил картины мира, в которой вот все так, как он хочет. И вот, поэтому мы с ним и не можем контактировать. Последний раз я ему сказал, что, ну, он мне писал очередную поэму про то, как мы, вы, конечно, находитесь в Соединенных Штатах. Он когда поддаст просто, он начинает вот это. Помните, что это страна, которая всегда была нам врагом. И ни в коем случае не это самое, не поддерживайте там какие-то госструктуры в этой стране. Я ему говорю, ты сам начинаешь эти темы, а потом что-то уделяешься. Я ему последний раз сказал просто, что, слушай, если ты не хочешь еще хуже испортить отношения, просто перестань мне эту дичь писать. Ну, с того момента он перестал. Я ему сказал, прекращай, как бы, а младшему он пишет до сих пор это. Просто младший не может так, как я, сделать. Он еще боится, так скажем, его. Несмотря на взгляды, вот эти, это не влияет, я могу отделять эти вещи. Все равно отца, там, люблю, и, ну, я рад, что он у меня есть, он многое мне дал и так далее. Просто вот в этом плане мы отличаемся. У него вот там осталось мышление, а мне все-таки вот большее далось, так скажем. Как складываются в эмиграции ваши отношения с украинцами? Вот это разделение все-таки есть. Что многие украинцы, они к русским относятся плохо, просто потому что они русские. Я о таком здесь наслышан, но я ни разу таких людей не встречал. Не знаю, с чем это связано, но мне ни разу в зону моего зрения, в поле зрения не попадали. Такие все люди, с которыми я контактирую, они со мной говорят на русском, я с ними говорю на русском. Ну, как бы, не было такого, что из принципа не говорю на русском, например. Вот этого я вообще не понимаю. У меня даже, можно сказать так, у меня больше сейчас знакомых с Украины, чем с Россией, так скажем. Вот именно в более зрение ближайшего окружения, так скажем. Вы чувствуете личную ответственность за эту войну? Вот, честно говоря, нет, но не потому, что я вот такой плохой, а потому что... Это же политические все моменты. То есть, если судить вот так вот прямо, то, наверное, я понимаю логику, почему люди чувствуют ответственность за это. Но, с другой стороны, я же непосредственно этого не делал. Я занимаю позицию, отличную от позиции моей власти, там, российской власти, имею в виду, да, моего государства. Поэтому я не уверен, что это нормально в моем случае было бы чувствовать какую-то вину за то, что делают те, что я даже на что повлиять не могу-то. Ну, это же глупо, там, ребенка винить в том, что его родитель идиот, например. Люди, с которыми я контактирую, они мое отношение знают, потому что мы открыто об этом говорим. Как вам дается эмиграция? Психологически, морально, конечно, это очень тяжело, то, что ты один, ты приезжаешь, у тебя никого нету. Ты не можешь так просто, я не знаю, заехать после рабочего дня к маме на чашечку чая. Ну, я очень сильно это переживал, и до сих пор переживаю просто сейчас в меньшей степени, потому что прошло уже, ну, сколько я здесь, 9 месяц уже здесь нахожусь. Поначалу очень тяжело, вот это все моменты с документами, непонятно, что, как работает, непонятно, куда идти, как, что. В плане языка проблем не было, потому что у меня разговорный английский. Ну, разумеется, понижение качества жизни. Там я жил в своей квартире, работал, как бы, зарабатывал бабки, сидел дома, курил бамбук, играл в PlayStation, как бы, ну, в своей квартире, не в съемной. А на машине летом ездил на озера, там, на дачу, а сейчас я сижу без машины. А в комнате за тысячу долларов, которая, как бы, размером одна десятая моей квартиры, как бы, да, у меня нету вот такого, когда ты под себя сделал квартиру, там, еще что-то. У меня нету вот этих вещей. Ну, конечно, в этом плане тоже тяжеловато было. Но сейчас, скажем так, я стараюсь, да не то, что стараюсь, я ценю то, что у меня есть, и уже то, что я за 9 месяцев построил, это уже очень, я считаю, хороший результат. Ну, вот, поэтому, в принципе, мне в этом плане тоже хорошо сейчас. Работаю также, то есть люди приходят, я зарабатываю в этом плане больше денег, потому что здесь одна тренировка стоит, если вот сравнивать с Россией, да, там 10 часов моей работы стоило, как здесь час, да, это как 2 часа моей работы здесь. Чего вы боитесь? Честно сказать, я больше боюсь не за себя, я больше боюсь за людей, которые для меня дороги. Я боюсь, что с ними может что-то произойти, и даже то, что сейчас я делаю такие вот, как бы, скажем, вещи, которые, казалось бы, не должны влиять. Ну, то есть я делаю, даже если взять эти какие-то митинги, еще что-то, я очень боюсь за то, что у меня могут пострадать какие-то мои близкие люди. Вот это самый основной, наверное, страх такой. За себя я не боюсь, потому что я уже здесь нахожусь. Я понимаю, что я, ну, один из миллиона, наверное, там, ну, грубо говоря, людей, и никому я в этом плане, сидя здесь в Америке, не интересен. В России, да, в России меня бы приняли, скорее всего. Почему вы решили дать это интервью? Я знаю, что есть люди, которые вот это посмотрят из России, и, возможно, поймают себя на моменте неуверенности, что, блин, вот я тоже вот думаю все уехать, а у меня все есть, а я все боюсь. Вот, ну, чтобы люди понимали, что главное делать то, во что ты веришь. Вот, если ты чувствуешь, что ты не можешь там находиться, например, да, и на тебя это давит, и ты не можешь вот так, то, ну, придется выбирать стул нужный. И просто я знаю, что многие боятся, реально боятся, это первая причина, боятся вот этой неизвестности, я имею в виду, когда ты что-то не делал, а это глобальные изменения, когда ты меняешь место жительства. А когда у тебя все есть, вот как у меня, допустим, было, ну, уже как бы намного сложнее, ни хрена себе квартиру, типа, там, продавать, и вообще все, что у тебя в России, все это выкидывать. Это психологически очень сложно. Это первое. Второе, это то, что, вероятно, это могут услышать и услышат люди, которые смежных взглядов, как минимум, где-то больше, может быть, оппозиционных где-то меньше, но мы все вот в одной лодке, так скажем, сидим, и это важно, об этих вещах говорить. Третье, это просто высказать то, что я на самом деле думаю, потому что есть такая возможность. Что дает вам опору в жизни? Мне помогает чувствовать почву под ногами то, что я верю в то, во что я делаю, так скажем. Конечно, у меня возникают сомнения, но когда ты вот так вот меняешь резко свою жизнь, у тебя как будто, как в игре открываются новые способности, и ты видишь гораздо больше, чем ты до этого видел. И я именно понял, прочувствовал, что такое, как говорят в бизнесе, успех это 99% неудач, потому что здесь я тоже множество проектов различных пробовал, пробую, делаю сейчас, вкладываюсь в них, и из них реально 99% я в них вкладываюсь, и они не получаются. Но получается потом в другом, и я знаю, что наступит момент, когда оно просто стрельнет в любой из этих дел. По поводу моментов, связанных с политикой, хочу вот что сказать. Для меня родина – это не государство. Для меня родина – это вот я скучаю по своей даче, я скучаю по своему району, я скучаю по своему городу. То есть я для меня Санкт-Петербург – это самый лучший город, в котором я был именно с точки зрения атмосферы, его архитектуры. Я очень люблю этот город, это мой родный город, я всю жизнь там прожил. И вот я был много где, но лучше него я для себя не нашел ничего. У меня есть такое ощущение, что я туда вернусь, но вернусь не в смысле, вот потому что я захотел туда приехать, потому что родственников увидеть. Я верю и надеюсь, вот это такой у меня есть момент, что придет время, может быть, лет через 20, может быть, раньше, когда, да, я уже, так скажем, буду не совсем молодой, как сейчас, когда что-то очень сильно повернется и повернется в лучшую сторону. Я хочу в это верить. И вернусь я, потому что я хотел бы принять в этом участие. Если придет момент, настанет момент, когда Россия встанет на правильный курс, я хочу принять участие в том, чтобы сделать эту страну лучше. Субтитры создавал DimaTorzok